В Приднестровье будут выдавать субсидии на покупку племенных коров на внутреннем рынке. Раньше государство помогало хозяйствам только с приобретением коров, которых везли из-за границы. Изменения Верховный Совет внес в госпрограмму по поддержке АПК. Раньше государство поддерживало только закупку извне, потому что понимали, что на внутреннем рынке поголовья недостаточно. Сейчас появляется поголовье, племенной скот, который мог бы тоже остаться на дальнейшее развитие молочного животного. Государственные меры поддержки дают результаты. По данным Минсельхоза, благодаря молочным дотациям и субсидиям на Нетили, производство молока в республике увеличилось на треть. Показатели оказались даже выше, чем прогнозировали. Больше стало и самих хозяйств, которые занимаются производством молока. В то же время в Минсельхозе отмечают еще одну тенденцию. В личных хозяйствах поголовье коров сокращается. В 2018 году у населения было почти 10 тысяч коров. В 2022 году чуть больше 8 тысяч. В личных подсобных хозяйствах сокращается поголовье, потому что это объективные причины. Потому что стареет население, молодежь не хочет выполнять тяжелую, не очень приятно пахнущую работу. Для дальнейшего развития животноводства государство продолжит поддержку производителей молока и мяса. Программа поддержки АПК рассчитана до 2026 года. Деньги на реализацию мер поддержки будут направлять из Фонда развития сельского хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова